Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневные новости в студии Саулем Бесималиева. Отечественным СМИ предложили не пиарить территориальные партизанины Казахстан. Так, сегодня в ходе брифинга в СЦК заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбайл прокомментировал появление в социальных сетях групп, которые требуют вернуть Россию с северные регионы Казахстана. На днях в социальных сетях, а именно ВКонтакте, появились высказывания по присоединению некоторых регионов Казахстана к России, в частности Северного. Так, группа, в составе которой порядка 100 человек, выходит в сетях под названием «Вернуть Северный Казахстан». Сегодня вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбайл прокомментировал данные высказывания. Он отметил, что социальные медиа – это особая сфера, контроль над которой установить невозможно, так как, по его словам, нельзя контролировать мысли людей. Мы фактически ведем речь о некой маргинальной группе людей, которые выражают мнение абсолютного меньшинства какой-то маргинальной прослойки российского общества. Да, такая проблема есть. Вы знаете, что мы, как Министерство иностранных дел, реагировали и на заявление господина Лимонова, и на заявление господина Жириновского, и на заявление депутата Хакасского парламента. Напомним, это уже не первый случай посягательства на целостность Казахстана. Так, в начале февраля этого года российский оппозиционер Эдуард Лимонов написал в своем аккаунте в Facebook, что в свете беспорядков на Украине и девальвации в Казахстане, он советует правительству России воспользоваться ситуацией и подумать об аннексии части украинских и приграничных казахстанских территорий. В частности, он имел в виду Северный Казахстан. 23 февраля, выступая на митинге в прямом эфире телеканала «Россия-24», Владимир Жириновский призвал лишить независимости государства Центральной Азии и создать Среднеазиатский федеральный округ со столицей городом Верный. Никаких республик Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Главный город. Его придумали. Казахстан, Киргизия, Казахстан, Туркмени, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ. Тогда за высказывания о Казахстане депутаты мужелиса парламента призвали МИД запретить въезд в республику и Жириновскому, и Лимонову. Ержан Ашикбаев предложил отечественным СМИ не обращать внимания на подобные заявления и не создавать ненужный пиар таким маргиналам. Если мы будем акцентировать внимание на таких группах, в том числе и посредством ваших вопросов, вы создаете фактически этой маргинальной группе людей ненужный пиар. Именно на это они нацелены, именно на это настроены их хлесткие фразы о том, чтобы вернуть якобы некие принадлежавшие земли ранее Российской Федерации. Вот чем меньше представители средств массовой информации будут обращать внимание на такие маргинальные выступления, вот таких групп, тем больше пользы вы принесете. В завершении заместитель министра иностранных дел заявил, что сегодня каких-либо территориальных притязаний у Казахстана и России нет. Биби Гуль Саржанова, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Сегодня на брифинге руководитель управления природных ресурсов Западно-Казахстанской области Амангельда Даулиджанов рассказал о проблемах в природоохранной сфере нашей области и ответил на многочисленные вопросы журналистов. Подробности в следующем сюжете. Одной из наиболее навалевших проблем является усыхание пойменных лесов. Всего было очищено 700 гектаров лесных территорий от высохших деревьев, буреломов, кустарников. С 2010 года на территории Тайпакского государственного учреждения по охране лесов и животных происходит ухудшение состояния и усыхания пойменных лесов. В 2013 году на пяти участках Тайпакского государственного учреждения по охране лесов и животных мира были проведены меры по санитарной очистке лесных массивов от сухосои. Переданы 40 малоимущим семьям в виде помощи. И в 2014 году данное направление работа будет продолжена. Проблемными вопросами в данном направлении являются приведение полигонов твердых бытовых отходов в соответствии с санитарно-экологическими нормами, а также недостаточное финансирование. В текущем году на эти цели было выделено 105,5 миллионов тенге. Проведены мероприятия по ликвидации стихийных свалок населенных пунктов области и в городе Уральске. Вывезено 15 970 тонн бесхозных отходов, освоено 12,1 миллиона тенге. Далее журналисты задавали свои вопросы и получали расширенные ответы. Какие работы сейчас проводятся по очищению рек наших, завеления от мусора? В июле месяце провели большую акцию по области. Это неформально. Это и в один день по берегу Урала, Чигана, Деркола, в других районах, там Бурлинском, Чигирлавском, Утва, Илек. И в южных районах, Косталовской, Занбергской, это каналы. На сегодняшний день необходимо поднимать экологическую культуру населения. Земля наш дом, наши крепости, мы должны быть ее защитниками. Настала пора позаботиться о сохранении природы и восстановлении всего того, что уже было использовано. Анна Мардвинчева, Алтенбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Экологическая обстановка в бассейне реки Урал оценивается как напряженная. Происходит заявление русла и разрушение береговой линии этой трансграничной водной артерии, по сути являющейся уникальным природным объектом Республики Казахстан и Российской Федерации. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Экологической проблемой бассейна реки Урал является сохранение ее экосистемы за счет повышения водности и улучшения гидрологического режима. Этот вопрос с участием глав государств поднимался на последних форумах приграничных территорий. Прекратить зарегулирование реки Урал и ее основных притоков, таких как река Орь с Акмаром, и проведение незамедлительных проведения дно углубительных и дно очистительных работ. В текущем году в паводковый период было получено достаточное количество паводковых вод, в связи с чем мы наполнили на 97% водоемов, были залиты. В настоящее время разработан проект соглашения между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации за сохранение экосистемы бассейна реки. Данное соглашение будет включать создание Казахстанской российской комиссии по решению комплекса проблем. В июне месяца текущего года данное соглашение будет направлено Казахстанской стороне для согласования. Данным соглашением предусмотрены меры по сокращению сброса загрязняющих веществ, меры по дноуглубительным и дноочистительным работам и меры по развитию сети особо охраняемой природной территории. Напряженная экологическая обстановка на нашей реке связана и с человеческим фактором. Крайне низкая экологическая культура населения, проживающего в городах и селах, расположенных вдоль берегов реки. Сегодня Урал и его притоки для многих остаются удобными, сточными канавами. Захламление мусором и отходами жизнедеятельности оказывает сильный фактор на состояние реки. Ну, по крайней мере, хотя бы несколько землечерпалок пустить по Уралу. А так Урал умирает. Родники все забились, речки не чистятся. Поэтому карши, где карши, ну, это деревья упавшие, где карши, на них вокруг засоры получаются. Честно говоря, я боюсь купаться, давно уже не купаюсь. Если купаюсь, то где-то далеко, иначе можно так ноги располосовать, что мало не покажется. Я имею в виду, чтобы люди там не кидали, ничего не сорили, мусор не оставляли, костры не кидали. Там вообще стекла кидают, бутылки вытаскиваем, вытаскиваем, бесполезно. До конца мая текущего года планируется закончить берегоукрепляющие работы у поселка Облавка Бурлинского района. Цель проекта – укрепление берега для сохранения населенного пункта автомобильной дороги под Степный Оренбург, сохранение мест захоронения и Государственного лесного фонда. На эти работы выделено более 51 миллиона тенге. Анна Мордвинчева, Алтенбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В прокуратуре города выявлено грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм в работе столовой, которая находится на балансе областной клинической больницы. Так, данная платная столовая действовала уже на протяжении 8 лет и обслуживала всех желающих, в том числе амбулаторных больных, а также пациентов, приезжающих из районов. Органами прокуратуры была проведена данная проверка совместно с сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в марте текущего года, в результате чего и были выявлены столь серьезные нарушения. В связи с чем нами было внесено представление, уполномоченные органы те обратились в соответствующем заявлении в суд, и данная столовая была приостановлена на основании решения суда, экономического суда. Наша проверка была направлена в первую очередь на защиту консправ и качество оказания медицинских услуг. Это основное было направление проверки областной клинической больницы, поэтому просто в ходе которой были привлечены сотрудники СССР. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok